Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Одной из фишек чемпионского периода Гарри Кимовича Каспарова была его игра в матчах-сеансах против сильнейших сборных стран мира. Он играл против сборных Швейцарии, Израиля, Чехии, Аргентины, Бразилии и многих других. Но не все помнят, что первым в истории шахмат идею такого матча-сеанса реализовал никто иной, как великий американец Пол Морфи. Еще в 19-м столетии он играл против сильнейших шахматистов Англии. И сегодня мы с вами рассмотрим партию одного из таких сеансов, который Морфи дал в 1859 году в Лондоне против сильнейших шахматистов Англии того времени. Сеанс был дан в Сент-Джеймс-клубе. И против Морфи выставили пять сильнейших мастеров Англии того времени. Одну из партий этого сеанса с Иоганном Левенталем. Мы с вами уже рассматривали на канале Шахматы для всех. Вы сможете ознакомиться с этим поединком, перейдя по ссылке в описании под данным видео. Ну а сегодня мы с вами рассмотрим еще одну интереснейшую партию этого сеанса против другого, очень именитого шахматиста Англии того времени, Генри Берда. В этой партии Пол Морфи, не изменяя своей природе, играя белыми, применил любимый королевский гамбит. Поединок получился очень интересным и, конечно, не обошлось без жертв материала. Итак, Пол Морфи начал партию ходом е4, в ответ последовал е5 и f4. Черные принимают гамбит, конь f3 и в этой позиции играют слон е7. Идея черных дать шаг слоном с поля h4, белые развиваются слон c4. В 40-х годах уже 20-го столетия пятый чемпион мира Макс Эйве вдохнул новую жизнь в эту позицию, сыграв конь f6. После хода е5, конь g4, так было в одной из матчевых партий Эйве против Крамера в 1941 году. Впоследствии все это было названо защитой Эйве в королевском гамбите. Но во времена Пола Морфи здесь играли слон h4. Так и пошел Генри Берд. Впоследствии Стейниц против того же Берда в 1873 году играл королев один. Это основное продолжение. Но здесь Пол Морфи применяет так называемый гамбит Кеннингема и играет g3. По сути это серьезная неточность, которая позволяет белым получить достаточно инициативную, но в то же время весьма сомнительную позицию. После fg белые играют 2-0 и на шаг отходят королем на h1. В данном построении идея всего гамбита Кеннингема. Белые хотят пожертвовать слона на f7. В то же время пытаются использовать ненадежное положение чернопольного слона на краю доски. В этой позиции достаточно надежным является ход d6. И дальше жертва на f7 приводит лишь к вечному шагу. Причем в двух разветвлениях и различными способами. Король f7, конь e5, двойной шаг. Если отойти здесь на e8, то белые должны играть ферзь h5. И на g6 отдаем коня. На взятие белым лучше брать не ладью, потому что черные защищаются ходом слон e6 в этой позиции. А пешку на g6 с шагом. Король d7, шаг с поля f5, король c6. И лучше всего повторить позицию. Ферзь d5, король d7, ферзь f5. Получается ничья. Ну а если отойти на e7, то та же идея. Ферзь h5 и дальше на взятие ферзь f7. Далее на король d6, ферзь d5, король e7. Если поставить на поле f7 ладью, то это ничего не даст. Потому что король спрячется на e8. Напомню, что слон защищает ферзя, поэтому комбинация ладья f8, взятие на d8 не проходит. В общем, белые здесь сделали себе только хуже. Поэтому на король e7 лучше повторить. Ферзь f7 и далее король d6, ферзь d5. Получается ничья. Но черные боролись, конечно же, здесь за победу. Ход d6 в берд делать не хотел. И пошел d5. Объективно это сильнейшее продолжение. Таким образом, черные вскрывают своего белопольного слона. Слон бьет d5, конь f6. И в этой позиции взятие на h4 ничего белым не давало. Они оставались без пешки вот в таком варианте. Конь d5, еd, ферзь h4, ферзь e2 шах и просто король d8. Развития нет как у белых, так и у черных. Но все-таки у черных лишний материал. Конь c3 в этом положении. И дальше следует ладья e8. Ферзь h2, взяли-взяли, f6. И здесь у черных было приятное окончание. Но, конечно же, Пол Морфи не бьет слона на h4. А сначала отдает своего на f7. Лишая соперника рокировки. Король f7, конь бьет h4. И это ключевая позиция данной партии. Сильнейшим продолжением за черных, которое могло поставить под сомнение всю эту концепцию белых, было ладья f8. Именно так черным нужно было сыграть с идеей сделать искусственную рокировку. Здесь белым лучше удовлетвориться тем, что у них ничего нет конкретного, и просто заканчивать развитие. Играть конь c3, хотя в этой позиции у черных перевес. Ну а если пойти e5, то ферзь d5. На конь f3, конь h5. Конь c3, ферзь c6. На взятие король g8. У черных очень хорошая позиция. Ладья работает, короткую рокировку они искусственным образом уже сделали. Слон выходит на g4. Конь дальше на d7. Ладью на e8 подтягиваем. В общем, у черных здесь уже практически выиграно. Но ладья e8. Сыграл здесь Йенри Берт, атакуя центральную пешку. Белые просто ее защитили ходом d3. Слон h3, ферзь h5, шаг. Король g8. И в этой позиции ладья бьет f6. Этот красивый удар стал возможным именно благодаря тому, что черная ладья не находится на поле f8. Конечно, брать на f6 ферзем нельзя. Потому что теряется эта злополучная ладья на e8. Поэтому нужно брать пешкой, раскрывая своего короля. Ну и здесь Морфи в своей стихии. Он очень быстро развивает свой ферзевый фланг. Сначала играет конь c3. После ладья e5 отходит на f3. Контратакуя слона. Ферзь d7 защита. И слон f4 снова с нападением развивается в полморфи. Если просто отойти ладьей на e8, то последует конь d5. Угроза кони f6 очень опасна. Поэтому черные решают отдать качество обратно. Но все-таки закончить развитие. И они играют конь c6. Король бьет h2. Слон g4. Ладья g1. Слон связан. Находится под ударом. h5. И слон бьет e5. Полморфи все-таки забирает качество. После взятия конь d5 с угрозой вилки. Конь d4. Контратакуя ферзя соперника. Конь f6. Король h8. Оба ферзя под боем. Белые отводят свою сильнейшую фигуру на e3. Посматривая на поле h6. Ферзь g7. Прикрывая поле это. И после взятия на h5 получается очень интересная позиция. Два белых коня на краю доски. Но у черных очень неустойчивые фигуры по линии g. Слон подвисает. Ферзь под ударом. Ферзь h7. Сыграли здесь черные. Произошел размен легких фигур. У белых здесь лишняя пешка. Но конечно же дело совершенно не в ней. Ферзь h3. Серьезные угрозы по вертикали h. Конь g6. Это действительно очень и очень неприятно. Поэтому король h7. c3. Конь e6. И ладья g6. Снова нападение. Причем конь сейчас под ударом как ладьи. Так и ферзя белых. В этой позиции ход ферзь e2 ничего черным не давал. Ладья g2. Ферзь h5. В надежде повторить позицию. Но ладья g3. Идея отойти ферзем. Например забрать коня. И дальше ладья h3. Ладья e8. d4. Вот такой ход тоже возможен. Взяли взяли. Мощные пешки по центру. Конечно здесь у черных позиция очень очень плохая. Фактически уже проигранная. Поэтому берд пошел ладья e8. Но произошел массовый размен с переходом в выигранное пешечное окончание. Взяли взяли. Забрали. Скушали. Ферзь h3. Взяли и съели. Конечно лишняя пешка в таком эншпиле дает легкую победу. Что и доказывает Пол Морфи. Реализация достаточно простая и поучительная. c5. Играют черные. Не давая белым поставить пешку на d4. Король g4. Король g6. Король f3. Король f6. Король e3. И король e6. d4. Взяли. Взяли. Скушали. И съели. Конечно если бы не было пешек на ферзьевом фланге. Это была бы простая ничья. Но именно наличие этих пешек на левом участке доски. Позволяет белым создать им вторую слабость в лагере соперника. Они просто захватывают пространство. Продвигая свою пешку при помощи короля. Король d6. Е5. Король e6. Король e4. Король e7. Король d5. Король d7. Е6. Король e7. Король e5. Ну и здесь черные уже начинают ослабляться. А6. А3. Король e8. Король d6. Король d8. Е7. Король e8. И Морфи просто переключается на пешке ферзьевого фланга. Играя король c7. Здесь Генри Берт наконец сдался. Вот такая очень интересная партия. Пол Морфи. Даже играя в сеансе против пяти сильнейших шахматистов Англии. Конечно, не считая спрятавшего голову в песок Говарда Стаунтона, не побоялся разыграть королевский гамбит, пожертвовал качество, потом вернул его обратно, закрутил позицию и сумел выиграть у очень сильного шахматиста Генри Берда. Надеюсь, что эта партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. К партиям Пола Морфи мы с вами будем периодически возвращаться. Эта тема далеко еще не исчерпана. Впереди еще партия его матча против Адольфа Андерсона. Также многие другие интересные поединки. Спасибо за внимание. До свидания.